Ветеранская книга рекордов 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 Положите, что творческие такие проявления людей, самореализация в творчестве, так это или нет? Да, пожалуй, вы правы, действительно, потому что в «Ветеранская книга рекордов» мы собираем номинантов по нескольким номинациям. Есть, например, номинация «Золотой долгожитель». Это возраст 80+, те люди, которые достигнув такого уважаемого возраста, но продолжают быть в строю. И наукой занимаются, и творчеством занимаются, и спортом занимаются. Есть номинация, рассказывающая о людях, которые занимаются общественной работой. Это, прежде всего, конечно, актив ветеранского движения нашего города, области. Те люди, которые ходят в образовательные учреждения, проводят уроки мужества, встречи с молодежью, прежде всего. Есть номинация «Вершины творчества». Это действительно, вот она, пожалуй, самая многочисленная. Она рассказывает о людях, которые после выхода на пенсию, они закрылись в собственных квартирах. Они очень профессионально, качественно занимаются творчеством. Это и художники, это и певцы, это и музыканты, это и поэты, это люди, которые являются инициаторами различных творческих проектов. Вот сегодня одна из героинь будет, Лидия Александровна Вострецова. Она создала творческий коллектив, который активно гастролирует. Это действительно вот такой достаточно крепкий, слаженный, дружный коллектив девочек, которые сами ищут возможности выступления, концертных площадок, встречаются вместе, разучивают новые песни, в ходе их работы рождаются какие-то стихи, какие-то сценки. И на сегодняшний день этот коллектив уже может полноценно представлять часовые, двухчасовые программы. Вот у них в ближайшей перспективе Дом культуры «Луч» в Зубчениновке. Мы поедем вместе с коллективом выступать перед жителями Кировского района. Вот это еще одна номинация. Я очень люблю номинацию людей, которые представляют себя за гранью возможного. Это люди, которые имеют серьезные ограничения в здоровье, но достигают таких результатов, в том числе в спорте, и стрельбой занимаются, и гиревым спортом. Вообще самое большое уважение именно вот к этим людям. Есть за спортивные достижения. То есть это реально люди, спортсмены, которые в 70 плюс являются участниками различных международных конкурсов и международных соревнований. Виктор Александрович Лазарев, чемпион мира многократный по гиревому спорту. Сейчас тоже Виктору Александровичу достаточно много лет, но тем не менее он по-прежнему в спорте, и он защищает интересы нашей страны в спорте, я имею в виду уже на ветеранских, в том числе и на мировой арене. Это вот про каждого. Про каждого можно очень много рассказывать. Это искреннее восхищение. Но я прежде всего говорю о том, что это нужно и самим, конечно, людям, чтобы было признание, чтобы о них узнали. Потому что, ну, как правило, люди-то занимаются, а возможности показать тоже свое творчество не так много. Мы такую возможность предоставляем. Но прежде всего, конечно, рассказать об этих людях, людях подрастающему поколению. Хотя не так уж для них и актуально. Вы же говорите о пожилом возрасте. Или вы считаете, что нужно... Я считаю, чтобы вообще воспитание, оно наиболее эффективно, когда на каких-то примерах реализуется. И молодое поколение, которое видит перед собой вот такие примеры, действительно подражание, они поменяют свое... И сейчас мы, вот, общаясь с молодыми людьми, реально видим вот на тех же мероприятиях по презентации Ветеранской книги рекордов, как у них меняется отношение вообще к пожилому возрасту. Что это не просто бабушка, дедушка. Это люди уникальные. И сейчас задача молодого поколения и помочь, и окружить заботой, и уже в перспективе иметь понятие о том, что такое активное долголетие. И как важно не лениться. Во-первых, прежде всего, душой, конечно, душой, мыслями. Как важно отдавать людям, и как это возвращается к тебе. С тем, чтобы уже в более зрелом возрасте не пришлось жалеть о бесцельно прожитых годах собственных. А как собираются вот эти истории, участники? Какой механизм? Есть положение Ветеранской книги рекордов. И прежде всего, конечно, мы работаем с ветеранским движением нашего города. То есть теми людьми, которые напрямую работают с ветеранами. Рассылаем положение по ветеранским организациям. Через свои творческие коллективы, поскольку у дворца сейчас 20 творческих коллективов, которые занимаются на базе дворца. Через наших творческих партнеров. Потому что за время работы дворца у нас достаточно такой большой круг друзей, с которыми мы очень тесно работаем. И которые тоже имеют возможность знать таких людей. Вот сейчас, когда мы сюда ехали к вам, у еще одной гости, Теслимы, возникла мысль. А вот почему я знаю вот эту женщину, но она тоже художник. И у нее такие необыкновенные работы. А давайте мы ее на следующую Ветеранскую книгу рекордов. Да, пожалуйста. Лидия Александровна, один из членов коллектива «Хорошее настроение». Ольга Ивановна Пермякова. Она бабушка восьми внуков, которые не просто занимаются их воспитанием. Они, во-первых, все при ней. Они создали семейный ансамбль «Мандаринки». Они выступают своим семейным коллективом. У самой Ольги Ивановны и кружок по фото, и петь ей охотой. Она поет сама в трех коллективах. Выступает активно. Вот уже новые героини. Поэтому сейчас проект, наверное, достиг таких масштабов, что герои приходят к нам сами. И это приятно. И последний вопрос. Вы уже знаете так много историй, рецептов. И все-таки вот ваше видение. Как оставаться активным, бодрым, жизнелюбивым и так далее, вот как можно дольше в жизни? Вот к чему вы пришли? Какому выводу? Общаясь с лауреатами, ветеранской книги рекордов, с теми людьми, кто приходит к нам во дворец, на занятия, на наши мероприятия, глубоко убеждена, что прежде всего важно не замыкаться внутри своей квартиры, не оставаться одной, одному, вот в каких-то интересах всей семьи. И это хорошо, но это не вся жизнь. Нужно идти, нужно искать себя. И обязательно нужно иметь дело. Дело, которым ты хочешь заниматься. И здесь такой широкий спектр возможностей для самореализации. Кто еще себя не нашел, обязательно прийти во дворец ветеранов. И мы поможем, поможем найти людям себя уже после выхода на пенсию. И вот тем самым то самое активное долголетие, оно действительно, реально, оно близко, достижимо. Но человек должен выйти. Выйти, спросить, прийти, и мы поможем. Начать с себя и быть активным. Да. Спасибо большое за эти важные, полезные знания, которые нам всем обязательно пригодятся. Ну что ж, мы ждем следующих участниц, они уже идут к нам в студию. Встречайте следующих гостей. Это Лидия Вострецова и Таслима Мустафина. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в дворец ветеранов? Что вас туда привело? С какого момента, когда появилось вот это желание, не дома сидеть с детьми и внуками и так далее, или вот в каком-то узком домашнем мире, а прийти и поделиться тем, что у вас есть? Я попала чисто случайно. Марина Васильевна Бакова, председателя нашего творческого объединения художников «Палитра» города Самары, пригласила на выставку, чтобы участвовала я на выставке со своими картинами. И по определенной тематике. То есть вы художник, у вас есть такой запас картин, творчества. Да, да, да. И получилось так, что вот одна тематика сменяется, другая тематика. Но таким образом я как бы... Потом персональная выставка была уже моя лично, моя вселенная называлась. И поэтому дружба так началась. И сейчас я уже стараюсь быть на концертах во дворце ветеранов. Наверное, на концертах Риди Александровна. Со своим коррективом тоже. Да, 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 тоже, да. Вот. И вот таким образом знакомство получилось. Ваша жизнь как-то изменилась вот с этого момента? Что появилось? Вот знаете, я могу сказать, я всю жизнь учителем проработала, учителем географии. И вот когда на пенсию вышла, я вообще могу сказать, что у меня жизнь коренным образом изменилась. Потому что я начала рисовать. Нет, наоборот, новая жизнь началась. Как будто бы мне сейчас всего 6 лет. И я начала жить по-новому, потому что новые увлечения начались. Вот я начала рисовать. Я, когда пошла в художественную школу, уже на пенсии, научилась держать правильно карандаш. Я не рисовала, некогда было. Ну, учитель, это профессия такая, что там ни выходных, ни отдыха. Дети, муж, естественно, и еще частный дом, огород, сад. Ну, просто некогда было такими делами заниматься. Вышла на пенсию. И открыли. Да. Да, артопорта. Я поступила в художественную школу номер один. Уже декабрь месяц был. Я занималась в классе Березиной Ольги Юрьевной. Она сама портретист. И я как-то случайно попала, пришла. Уже люди рисуют композицию с людьми. Их нужно в движении было. А я вообще ничего не умею. А вы только карандаш научились правильно держать. Я так, значит, села за Мольберт, потом вышла потихонечку, начала одеваться, выходить. И вдруг навстречу Ольга Юрьевна идет. Вы куда? Я говорю, нет, у меня не получится. Не-не-не, я пошла. Она говорит, давайте с первого занятия начнем. И показала, как там перспективу рисовать, железную дорогу. Карандаш как держать. Ну, потом уже акварель пошла. И даже до выставок практически. Через год уже она мне разрешила маслом рисовать. Да, действительно, удивительная история. Знаете, какой я у вас так выцепила? Вы сказали, вот как будто мне сейчас 6 лет. Мне кажется, так важно. Один из рецептов, наверное, вот в себе ребенка найти, держать, быть ребенком. Не зря говорят, что чем больше ты как-то смотришь на мир глазами ребенка, тем, наверное, дольше остаешься молодым. Да, да. А вы всегда пели? Или вы тоже вышли, когда на пенсию, и запели? Да, дело в том, что я пела-то всегда. Но последние годы петь не получается из-за не совсем здорового горла. Вот. Но петь хочется. Вот. Когда у меня дети уже выросли, все, да, вот пошла на пенсию. Вот. И мне дочка средняя говорит, мам, ну хватит тебе жить нашей жизнью, уже пора возвращаться к своей собственной. Вот. Фотографии вот еще ваши, да, это я как раз сижу. Да, да, да. Вот. И, значит, я пошла просто вот что-то расстроилась немножко, думаю, ну вот, не нужна стала. Пошла в парк Победа покулять. Смотрю, здание красивое, дворец ветеранов. Думаю, зайду-ка посмотрю, что там. А там, значит, Нина Георгиевна, ну, земля и пухом, она ушла от нас. Вот. Дает мастер-класс. Вот, значит, она всякие поделки делает руками, шьет, вяжет, цветы делает. Вот. Мне так это понравилось. Я говорю, а можно я к вам буду ходить? Она говорит, конечно, пожалуйста. Вот. Я к ней пришла. Тут прибегает на занятия уже Ирина Игоревна Серебрякова. Говорит, новенькая, петь хотите? Я говорю, хочу. Вот она меня привела в хор. Вот. Колотовкин Михаил Александрович, значит, руководил этим хором любителей. Вот там я стала петь. Потом какой-то концерт. И девочки, значит, Пермякова Ольга, Люба Притеченская, Людмила Батова, значит, они тоже пришли на концерт. Вот. И мы как-то с ними познакомились и как-то вот прям раз и сдружились. Вот. И решили, что вот лето будет, мы будем ездить на Волгу, что, в принципе, и получила ли. А там на Волге голоса-то звучат. О, как! Вот. Да-то три голоса. Ой, девчонки, ну давайте, будете, вот трио сделаем. Сделали трио, стали репетировать. Как назовем? Ну, назвали хорошее настроение. Ну, а к хорошему настроению уже и репертуар, соответственно, позитивный, веселые песни. Жизнеутверждающий. Вот, правильно, жизнеутверждающий. Даже если она грустная, она все равно должна быть жизнеутверждающей. Вот такой репертуар. И где теперь вы выступаете со своим репертуаром? Ой, да где мы только не выступаем. У нас уже больше 250 песен. Вот. Но петь все время им тяжело, поэтому надо что-то делить. Поэтому у нас группа называется «Вокально-поэтическая», потому что мы перемежаем вокальные номера поэтическими. Как хорошо придумали. А теперь еще и сценки. Вот, иногда я и сама пишу, иногда я переделываю какие-то уже готовые. То есть как актеры вы сами выступаете, да? Мы сами. У нас практически все могут читать прекрасные стихи, могут участвовать в сценках. Вот мы с Ларисой Скорик в основном сценки покажем. Но иногда и Люда Батова подключает, и Оля Пермякова. А сценки смешные, наверное, да, тоже? Или нет? Позитивные. Да. Не столько смешных. Тоже. То есть у нас все для хорошего настроения. Знаете, вот иногда идешь по улице, идет бабулька, дедулька, вот в землю смотрят такие все грустные. Ну, так хочется сказать, посмотрите, ну, порадуйтесь солнцу. Ну, есть же чему радоваться. Ну, не только о пенсии вот думать, какая она маленькая. Вот. Ну, вот, чтобы немножечко улыбнулись. Да, молодцы. Меня очень заинтересовала, Теслима Фаузеевна, ваше название выставки «Моя вселенная». Вы можете ее описать, вашу вселенную, и как она отражается в картинах? Могу. «Моя вселенная», я считаю, начинается с родной деревни. Я родилась в Башкирии, в глухой-глухой деревне, которая называлась Рим. По-татарски вообще называют Рим. Когда спрашивают, где ты родилась, я говорю, в Риме родилась. Всегда выявились в Риме. Ну, революция, электрификация, механизация. Это дед основал мой эту деревню. И мое, кажется, самое счастливое время там прошло, по моим ощущениям. В пять лет мы уже переехали в другую деревню, потому что нужно было учиться в школе, начать учиться. Ну, хотя моя мама учительница была, она там четыре класса вела в этой деревне. И вот, и когда я начала рисовать, первый позыв был нарисовать именно вот эту деревню, которой сейчас нет. Там сейчас лес растет. Все, там дети, все уехали, потому что детям где-то надо было учиться. После того, как мама уехала, начали переезжать. 29 домов было там. И вот, и даже у меня есть картина, которая называется «Моя вселенная». Дом стоит, где я родилась, по моим ощущениям. Такая маленькая-маленькая фотография была, где-то размером 7 на 10, старенькая. Я восстановила и уже свое добавила. И вот дом стоит заснеженный такой, зимний, и Млечный путь оттуда идет. Вот этот Млечный путь, мне кажется, это маленькие звездочки. Мои какие-то дела, встречи, мои впечатления, радости, счастливые моменты, мгновения, жизни, все они отражаются. И картина тоже есть «Моя вселенная». Да, это целая философия. И вот мои персональные выставки проходили и в библиотеке номер 16 промышленного района, во Дворце ветеранов. Обычно мы выставляемся в музее имени Ленина, в музее Алабина. А люди чувствуют, когда на вашу картину смотрят вот это все, что вы туда заложили? Мне кажется, знаете, когда человек рисует от души, выкладывается, энергетика там другая. Поэтому людям, мне кажется, иногда хочется приобрести даже эту картину, потому что энергетика другая. Это же не фотография. Фотография – это другое совсем. Да, да, энергетика там есть. Вот и говорят, что да, энергетика такая позитивная. А потому что в плохом настроении картины не пишутся. Ну, это как хорошее настроение, Лидия Александровна. Всем нужно хорошее настроение. Лидия Александровна, а легко прийти и желающим петь, как мы вот... Хочется петь, но то стесняешься, то времени нет. А тут уже и времени много. И стеснений вроде как, думаешь, уже хватит стесняться. Можно вот это реально прийти в Дворец ветеранов и запеть? Где-то там есть коллективы? Там, во-первых, вот сейчас у нас Дрягин Дмитрий руководит хором любителей. Вот. Но это такой человек, вот солнышко прямо. Да. Он молодой, талантливый, позитивный. Он все время улыбается. К нему не прийти, по-моему, вообще нельзя. Вот. Просто вот пришел, вот смотришь на него и хочет, и душа поет. Вот он такой вот прям, вот как гармонию развернет. Ну, наверное, там девушка-то побольше, чем молодых людей, да? Да, как раз там всяких есть. Ну, в основном, конечно, пенсионного возраста, потому что все-таки Дворец ветеранов. Ну, я девушек в кавычках. Да, да. Ой, любят его, конечно, очень. Так что невозможно не петь. Вот. С ним рядом не петь невозможно. А вот в ансамбль вот есть у нас дольче. А вы держите с три человека, вот ваша группа, да? Нет, у нас был сначала трио, потом у нас это появилось, вот когда мы уже стали работать с Творцом ветеранов уже окончательно сюда, вот. То у нас появилась Ира Григорьева, солистка, вот, и Лариса Скорик к нам присоединилась. Теперь у нас квинтет, теперь у нас группа, хорошее настроение. Вот. И мы теперь поем и соло, и дуэтами, и трио, и квинтетом. А если кто-то заболел или там куда-то уехал, мы можем и вчетвером, и втроем, и вдвоем, и даже одна. Понятно, взаимозаменяемые. Вот, взаимозаменяемые. А инструменты музыкальные и костюмы, кто вам помогает? Вот, как вы это все вот это делаете? Вот, одни костюмы, один костюм нам сшил дворец, самый красивый, мы их называем дворцовое платье. А-а-а. Вот. А другие костюмы делаем сами, вот юбочки, сами сшили эти коралловые платья, это у нас не получилось. Потому что для артиста, конечно, костюмы это очень важно. Да, вот. Ну, а всякие бантики, цветочки, это делаю я сама. У нас совсем немного времени остается, и хочется от вас все-таки услышать рецепты, вот ваши такие умозаключения, размышления, к которым вы пришли, как оставаться долго, бодрым, наполненным, ну, и счастливым человеком, ну, по мере возможности. Как, какой вы, как вы для себя? Я вообще считаю, что старость, это человек сам себе приписывает в душе, потому что старости нет. Вот я же говорю, я как будто бы еще такая маленькая, и мне расти и расти, жить и жить. Знаете, как жить охота? Вот у меня сейчас четверо внуков, с ними так охота что-то новое открывать, даже новые игры, например, да, играем. И, знаете, нам самим в душе надо быть молодыми, чтобы занять себя чем-то. Не нужно сидеть дома, как вот Лидия Александровна сказала, думать о пенсии. Надо думать о том, что жизнь прекрасна, нам жить и жить, хобби какое-то найти. То есть настраивать себя в первую очередь. Давайте посмотрим сюжет про вас и будем уже завершать программу «Рецептум долголетия» от Лидии Александровны. Смотрим сюжет. Я сама географом, учительом географии работала, поэтому путешествие для меня просто, как сказать, это стимул для того, чтобы в картине, которая там у меня здесь написана, это места и это везде, где я сама побыла. Спасибо вам большое. А вот Нина Константиновна хотела что-то сказать. Спасибо огромное за ваш талант. Вы первый раз же вы представляете, да? Здесь, да. Ну, чтобы вы послалили вас, все вы жители, присоединяйтесь к нашей культуре. Пожалуйста. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Сегодня для меня друзья, коллеги, педагоги, зубчининовцы сделали такой прекрасный праздник, что, ну, я думаю, на душе останется надолго. Я очень рада, что сейчас пришла к этому, что я могу души изливать, что могу показать людям красоту нашей природы, нашей планеты, чтобы у них был стимул путешествовать тоже, потому что очень мне нравится, например, писать с моря. Пишу я в основном маслом и карандашом. Желаю всем творческого вдохновения, всем благодарна, всем друзьям за то, что сегодня меня поддержали. И, конечно же, вселенной, так как выставка называется у меня «Моя вселенная». Спасибо всем. Лидия Александровна, теперь вы поделитесь. Ну, я считаю, примерно так же, как там Стас Лима. Вот. Плюс, что человек начинает стареть тогда, когда он перестает любить, мечтать. Ну, и что еще? И творить. Да, творить. Все-таки творчество, да? Любить, мечтать и еще удивляться, когда он перестает. Вот. Надо удивляться и удивлять. Радоваться и радовать. Вот. И любить. Любовь такое многогранное чувство, что любить можно от колбасы и до родины. Вот. Любить можно все. Весь мир и планету свою. Тост произнести за любовь. Да. Я думаю, что мы с вами… И за молодость. И за молодость, да. Еще встретимся, потому что… Все. Если есть любовь, мечты и увлечения, то когда стареть-то некогда. То будет и хорошее настроение. Некогда. Некогда. Спасибо большое вам за эти советы. Всего вам самого хорошего. Продолжать в том же духе. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»